Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Задачка 1.92 и сборника задач. 3800 задач для школьников и для поступающих в ВУЗы, высшее учебное заведение. Итак, начинаю читать задачу. Ускорение тела 1 метр на секунду в квадрате и оно, это ускорение направлено, противоположное его скорости. На какую величину изменится скорость тела за 2 секунды движения? Итак, ускорение 1 метр на секунду в квадрате, чему равняется изменение скорости за 2 секунды? Задачка интересная, я тут кое-что уже, так сказать, подготовил. Ну, например, вот машина, она движется, внимание, по оси Х. То есть положительное направление оси у нас выбрано слева направо. А вот ускорение направлено в противоположную сторону. Что это означает? А это означает, что есть что-то, что мешает этому телу, этой машине увеличивать свою скорость. Вот всё. Поэтому скорость здесь нам уменьшается, потому что ускорение, оно отрицательное. Ускорение – это векторная величина. И если мы выбираем положительное направление слева направо, значит, справа налево, как сказано в задаче, будет ускорение противоположительное. Значит, оно будет отрицательное. Понятно, да? Вот и всё. Значит, чему равняется изменение скорости? В равняется В нулевое плюс АТ. Это, так сказать, формула в общем виде. Хорошо. А изменение скорости дельта В – это В отнять В нулевое. Значит, если я В нулевое перенесу в эту часть, в левую, я как раз и получу В минус В нулевое. Равняется АТ. Вот видите? АТ. Но, ведь ускорение – это отрицательно. Поэтому я обязан здесь поставить знак минус. Тогда дельта В у нас будет равняться минус 1 метр на секунду в квадрате умножим на 2 секундочки. И тут метр на секунду в квадрате, а тут 2 секундочки. Мы сократим и получим минус 2 метра в секунду. Вот такое вот изменение скорости. Теперь давайте приведу другой пример, где нужно будет как бы ничего не думать. А вот какое. Ну, например, начальная скорость 8 метров в секунду. И через 2 секунды выясняется, что скорость равна 6 метров в секунду. А вот чему будет равняться ускорение? Я знаю только формулу физику, я не знаю. Что-то очень плохо, конечно. Вот. Тогда как я буду решать эту задачу? О, нашел формулу. Буду подставлять, потому что В нулевое есть, есть. В есть, есть. Время есть, есть. Значит, можно найти ускорение. Вот. Значит, отсюда будет следовать, что ускорение будет равняться. В отнять В нулевое, деленное на Т. Ну, это и есть определение ускорения. Вот эта вот величина называется изменение скорости за единицу времени. Подставляю 6, отнимаю 8 и делю на 2. И получаю минус 2 метра на секунду в квадрате. Как крути, как не верти, знак минус мы получили. Вот. Это означает, что действительно тело двигалось с ускорением. А можно решить задачу следующим образом. Смотрите. Я понимаю, что если тело движется в каком-то направлении, и через какой-то промежуток времени скорость становится меньше, чем предыдущая, это означает, что тело замедляет свою скорость. Ускорение у нее отрицательно. Поэтому я сразу могу записать формулу следующим образом. В равняется В нулевое минус АТ. Смотрите внимательно. Я поставил здесь знак минус. Ну, проекция ускорения на ось Х, она отрицательна. Да, я не люблю тут Х ставить, потому что сказано, что тело движется по прямой по оси Х. Так вот, я поставил здесь знак минус. А почему? Да потому что я понял, что ускорение-то одно будет отрицательным. Поэтому, когда я сейчас буду решать эту задачу, что же у меня получится? Подставляю численные значения сюда. И если я поделю на минус 1, ну, как бы, да? Что я получу? Я получу 2 метра на секунду в квадрате. Понимаете, да? Вот. Что же у меня в данной ситуации выйдет? Ну, давайте посмотрим. Значит, 6 минус 8 равняется минус... Правильно? А, я ускорение ищу. Минус А и умножить на 2. Короче, я получаю ускорение в данной ситуации. Тут минус. И здесь делю на 2. Правильно? У меня получается минус здесь. А 6 минус 8 это будет минус 2. И делю на 2. Я получаю минус 2 метра на секунду в квадрате. Вот такая вот ситуация произошла. Но после этого минус-минус как бы мы сокращаем. И получаем, что ускорение как будто бы 2 метра на секунду в квадрате. Но это ведь неправильно. А знаете почему? Потому что я уже использовал знак минус. Я уже с самого начала сказал, что ускорение здесь будет отрицательным. Вот. Вот и всё. Ну, с точки зрения дидактической, здесь есть, так сказать, некоторые нюансы. Вот. Но, в принципе, с другой стороны нюансов-то нет. На мой взгляд. Вот всё. Ускорение оно в любой ситуации. Если мы видим, что так сформулирована задача, она всё равно, это ускорение, будет отрицательным. Вот всё. Спасибо за внимание. Всё вам доброго. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok